Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе Люберца. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации. Встречу провел глава Владимир Ружицкий. 1250 обращений граждан, 40 уголовных дел, из которых 35 раскрыто по горячим следам, и 343 ДТП. Такой жаркой выдалась прошедшая неделя у люберецких полицейских. В ближайших планах задействовать личный состав на праздники Пасха и Красная Горка. Личный состав межмуниципального управления работает в усиленном варианте в связи с тем, что с 29 числа в Савоколамском мы держим резерв. Также для обеспечения охраны общественного порядка выделения. За прошедшую неделю подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 50 выездов по сигналу тревоги. Участвовали в ликвидации четырех пожаров. Два пожара произошли на автомобильном транспорте, один в жилом секторе. О состоянии дел в сфере пожарной безопасности доложил начальник Люберецкого гарнизона пожарной охраны Павел Иванов. В связи с трагедией, которая произошла в Кемерове 25 марта 2018 года, в плановом режиме по поручению прокуратуры совместно с отделом отзорной деятельности проводим проверки торгово-развлекательных центров. И для работников ЖКХ рабочая неделя выдалась весьма плодотворной. 28 апреля состоялся форум «Управдом». Обсуждались темы по следующим вопросам. Первое – это организация осуществления мер пожарной безопасности в МКД. Второе – содержание дорог городского круга Люберцы. И третье – реализация программы «Мой подъезд». Кроме того, стало известно, что на сегодняшний день проведены работы по инженерным сетям. А именно – подготовка, расчистка от снега ливневых канализаций, дождеприемников, колодцев, приема и отвода в теплой воды. На улице воинов-интернационалистов проведена промывка канализационной сети с очисткой колодца от грязи и ремонт канализационных колодцев. Также проводятся работы очистки кровель от обледенения. Особое внимание было уделено вопросам областных дорог. Общее количество выполненного ямочного ремонта составило 173 квадратных метра или 161 яма. Вывезено и утилизировано бытового мусора с остановок и нестанционеров свалок порядка 59 метров кубических. На территории Люберец за прошедший период сотрудники дорожного хозяйства провели работу по устранению аварийных ям на 19 автомобильных дорогах. Также у поселка Красково на этой неделе будет начата реконструкция мостового перехода через речку Пихорка. На время проведения строительно-монтажных работ будет организовано реверсное движение. При этом строительная площадка будет максимально сокращена для увеличения проезжей части. Срок завершения реконструкции – ноябрь текущего года. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.